Всем привет! Вы находитесь на канале ZEVGAMING, а с вами как всегда Александр. Сегодня мы с вами поговорим о новой роли в РДО, а точнее о расширении роли Охотника за головами. Учитывая тот факт, что нам пришлось покупать новую лицензию Охотника за головами, то смело можно считать, что это новая роль, так как дает доступ к новым преступникам, но об этом чуть позже. Устраивайтесь поудобнее, не забудьте подписаться на канал, так как на канале много информативных и интересных видеороликов и конечно же поставь свой царский лайк под этим видеороликом. И не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить новых видеороликов. Всем приятного просмотра! Начнем с того, как же купить эту роль, а точнее расширение. Тут просто приехать к любому месту, где есть плакаты преступников и на месте трех долларовых преступников будет возможность покупки лицензии на знаменитого Охотника за головами. Стоит эта лицензия 15 золотых слитков. Вроде цена обычная, но откроет нам только 10 уровней в роли Охотник за головами, что немного маловато. Хотя учитывая, о чем мы будем разговаривать, довольно оправданная сумма. Нам откроется доступ к новому легендарному преступнику, и тут все не так интригующе. Так как по изображениям, которые вы видите сейчас, можно понять, что таких легендарных преступников пока что будет 3. Которые будут добавляться поэтапно. Будут ли еще преступники, пока неизвестно, но для того, чтобы выпускать их каждую неделю, я имею ввиду каждое еженедельное обновление, их маловато. Так как преступников в запасе всего 2, возможно их будут как-то растягивать, или же просто подготовят еще легендарных преступников. Сейчас нам доступен довольно интересный легендарный преступник, но крайне легкий. Даже в соло его без труда поймать. Но и с другой стороны, возможно его так и задумывали, ибо следующие преступники, возможно, будут отыгрываться по-другому, и на сложных уровнях 4 или 5 звезд мы будем доставлять не только главаря банды, но еще и нескольких приближенных преступников. Если с легендарными преступниками мы уже хорошо знакомы, то вот со знаменитыми еще не познакомились, хотя на сегодняшний день, думаю, многие уже их словили. Как вы поняли, знаменитые преступники появились на месте трехдолларовых преступников, и ловятся они совсем по-другому. В каждом городе, на каждом стенде с преступниками появились знаменитые преступники. Но это не все, мои друзья. Rockstar очень хорошо постарались, и довели охоту на преступников до ума. Теперь эта роль отыгрывается так, как и должна была отыгрываться изначально. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Хоть и новичкам придется попотеть на обычных преступниках, но все же, дойдя до возможности приобрести лицензию на знаменитых преступников, они полюбят эту роль однозначно. Знаменитые преступники ловятся совершенно иначе. Если мы подойдем к плакату и увидим, что на плакате не один преступник, а несколько, то раньше это означало, что мы будем ловить всю банду. Но теперь это не так. К примеру, у нас на плакате три преступника. Мы с вами будем к этому плакату обращаться три раза. И только потом мы его закроем. Золото можно фармить очень прилично, ибо все так же уловка на сдачу преступника за несколько секунд до окончания таймера приносит довольно неплохую сумму нам. Но что еще интересного в этих преступниках, что теперь вам не нужно собираться командой у этого стенда. Достаточно главарю запустить задание, и весь отряд окажется в одном месте, и вы начнете с задания по поимке знаменитого преступника. Довольно удобно. Еще сюрпризом будет то, что некоторые преступники имеют катсцены. Это довольно круто. Сразу видно, что Rockstar все-таки постарались и качественно улучшили роль охотника за головами. Привлекает в этой роли тот факт, что по закрытию данного плаката со знаменитыми преступниками нам выплачивают хороший опыт, деньги и золото, конечно, друзья. И играть в эту роль становится не только интересно, но и прибыльно. Еще не стоит забывать о том, что КД у этих преступников один час. То есть, вы взяли задание на поимку знаменитого преступника, выполнили его, и теперь он будет доступен к продолжению только через один час. Но не беда, советую просто переместиться к следующему стенду и брать других преступников. Так вы можете взять 5-6 плакатов знаменитых преступников и неплохо прокачаться и нафармить. Знаменитые преступники всегда одни и те же, то есть каждый день одни обновляются, их можно повторно ловить, но принадлежность к стенду они не меняют. Отсюда можно предположить, почему так мало легендарных преступников. А все потому, что возможно Rockstar будет еще добавлять знаменитых преступников, но это только предположение. Стоит поговорить о прочих наведениях по этой роли. Теперь нам не стоит ждать, пока игрок набьет себе награду в 25 долларов, мы сможем ловить других преступников и с наградой от 5 долларов. Конечно, это не совсем стоит нашего внимания, ибо награда маленькая, а повозиться мы можем долго с этими преступниками в виде реальных игроков. Давайте посмотрим, что же нам дают 10 новых уровней по роли Охотник за головами. Брошюра инстинкта Охотника за головами позволит нам в свободном режиме находить преступников. За них мы получаем крайне маленькую награду, и особо они нам не помогут по прокачке роли или по фарму, так что это чисто для разбавления геймплея. Следующая брошюра уже поинтереснее, это как раз для того, чтобы мы могли ловить реальных игроков, у кого награда больше 5 долларов. Брошюра сумки для провизии, теперь мы с собой будем носить больше провианта, а это очень нужно улучшение. Новая болла, три новых вида, и того мы уже сможем носить с собой всего 12 бол. Кроме как визуала, они ничего не дают и стоят, к слову, в среднем 100 долларов, что очень недешево, так что будьте с ними осторожнее. Цвета для повозки, таких наград будет три, и это уже чисто визуал, который выкачивает из нас золотые слитки. Добавлена новая кобура, это уже тоже визуал на любителя, себе я лично прикупил, тут практически все. Также в игру было добавлено новое седло Аплент, вроде как по цифрам Rockstar оно намного лучше на Кодочеса, но его нельзя апгрейдить, а вот на Кодочес в полном апгрейде хоть и проигрывает по всем параметрам, именно на бумаге, так скажем. Но на деле мне лично показалось, что он по факту лучше нового седла, если хотите обзор этих двух седел, то пишите в комментарии. Новая шпора Мурена, очень эффектный, с изображением черепов, но опять же это всего лишь визуал. Новый пояс Регент под новую кобуру, мне понравился лично. Новая повязка Солтун, такое себе, если честно, плюс покупается за золото и не за дешево. Два трюка для револьвера, как пользоваться не буду рассказывать, а вот как это выглядит я продемонстрирую сейчас вам. Модная пряжка, к слову, сейчас пряжки стали добавлять реально годные, многие имеют отсылки к сюжетным персонажам. Также добавили новую эмоцию. Скин для Лемат, и тут Рокстар прям жестко выкатили этот скин. Стоит он 21 золотой слиток, а если вы, как и я, юзаете, например, два оружия, то получаем 42 золотых слитков просто за скин. Костет Толбра, на самом деле, это набор из четырех колец, в виде черепов, выглядит устрашающе и продается за золото, но влияет ли он на какие-то боевые характеристики, пока неизвестно. Костюм Торагунд. Очень классный, проработанный, его реально хочется купить, что я, собственно, и сделал. Кто купил такой же костюм, пишем в чат, друзья. А вот такие награды мы получили по итогу покачки 10 дополнительных уровней, а точнее нам еще придется купить это все, и большинство продается за золото. И не забывайте, друзья, что когда вы прокачаете все 30 уровней по роли Охотник за головами, у нас будет возможность скидывать пряжку, которая постоянно накапливает опыт Охотника за головами. Обмен, конечно, неразнозначный и очень жадный, но хоть что-то. За 10 тысяч опыта Охотника за головами мы получаем 0,5 золотых слитка, 100 долларов. Да, не так густо, но если вы будете фармить золото по роли Охотника, то это приятный бонус, и сбрасывать его можно без ограничений, как у обычных пряжек. Всем спасибо, друзья, за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому видеоролику, и, конечно же, включайте колокольчик, так вы не пропустите ни один ролик на канале. Но видеоролик уже готовится и совсем скоро выйдет. Всем до встречи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok